Как относиться к астральному миру, что сейчас очень актуально, к вхождению в астрал? Читал многие, практикуют, и у них получается встречаться вдвоем в астральном мире, общаться. Я думаю, что такого рода духовная практика по меньшей мере сомнительна и опасна. Это по меньшей мере, я так скромненько скажу. Вполне может быть, что люди, назовём это астралом, хотя я с трудом понимаю, о чём идёт речь. Я туда никогда не выходил. А может быть, то, где я всё время пребываю, это называют астралом? Я не знаю, что этим называют, что за термин, в каком смысле его употребляют. Так вот, такого рода практики, когда человек занимается этим и вылезает… Это похоже на то, как человек, не разбирающийся абсолютно в электричестве, полезет с отверткой в какое-нибудь очень серьёзное помещение, где подключено невероятное количество проводов, и всё это под диким напряжением он полезет туда что-то там покрутить ради интереса. Конечно, он может оттуда выйти живым, здоровым и невредимым, но, скорее всего, его так шандарахнет, что мало не покажется. Так вот, входить в такие тонкие вещи, не зная броду, это чревато, это опасно. Вход в тот потусторонний духовный мир, он может быть парадный, через который Господь каждого из нас приглашает войти туда. А может быть чёрный, который тоже нам предлагается, но уже не Господом предлагается, а лукавым, который говорит, что не надо трудиться. Господь предлагает войти нам в духовный мир определённым образом. И это подразумевает какой-то духовный труд, какую-то работу духовную, определённого такого рода. Сейчас я не буду об этом углубляться. А лукавый, он предлагает вход так, чёрный. Да не надо ничего, давай, раз, быстренько. То же самое было в раю, когда Адам с Евой запретный плод им был запрещен вкушать. То же самое. Господь предлагал им потрудиться, духовно потрудиться, чтобы уподобиться Богу, взойти от образа Божьего, стать как Бог через труд. А сатана предложил то же самое, но бесплатно. Искушайте и станьте как Боги. Всё. Делов-то. Вот оно, искушение. То есть войти в это состояние через заднюю дверь. Чёрный ход. В итоге всё печально. Ну вот так же и с астралом. У вас у женщин один секс на уме. Ой. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас у мужчин не один секс. Ха-ха-ха-ха. Отлично. Ах, минимум парочка. Да. Почему церковь не принимает гомосексуальные браки? Потому что это ненормальное состояние. То есть, если человек по разным причинам желает вступить в такой брак, то этот брак – это не брак. Если, например, церковь признает, скажет, что да, это мы признаем, тем самым, мы признаем равноценность такой традиционной и нетрадиционной. Но это совершенно неправильно. Там нет никакой равноценности. Если в нормальном браке, традиционном, это естественно и Богом благословлено, и это именно естественно, это слово я хочу подчеркнуть по естеству, то это противоестественно и не по естеству. В случае же, если человек родился с этим, то это не просто он от жира бесится и хочет что-то остренького попробовать, а у него такое сознание, то он должен к этому относиться именно как такая проблема у него, поврежденность сознания. Бывают же, люди рождаются с какими-то отклонениями и в физическом развитии, и в психологическом развитии, в психическом развитии, в духовном. Отклонения есть у людей. Бывают небольшие, бывают серьезные. У нас у всех в той или иной степени есть эти отклонения. Просто у кого-то они остро проявляются в этой теме. Но он должен признавать, что это моя немощь, это мой крест, я должен это нести. Если он будет это нести, все это с достоинством, не уклоняясь в эти греховные связи, то ни вопрос, для него Царство Божие не закрыто. Мы все с грехом живем в душе. А благословить такой союз означает все легализовать и сказать, что все это нормально, все это естественно, это все хорошо. Этого Церковь не может сделать. Вообще, тема очень сложная, большая. Я ответил на Ваш вопрос? Нет? Понятно или нет? Олег, хотя бы два раза в неделю? Нет, это сложновато для меня. Трансляции сложноваты. Во-первых, я стараюсь четко придерживаться графика. Среда, вечер, в одно и то же время стараюсь быть на месте и транслировать. Если я так же два раза буду делать в неделю, то это связывает меня очень сильно, потому что бывает мне некогда, еще что-то. Один-то день я смогу себя найти, но два – это тяжело. Я пробовал, пробовал, тяжеловато. Да и Вам-то надоест. Я сейчас чувствую, что из трансляции в трансляцию одни и те же вопросы повторяются все чаще и чаще, нового, что-то редко приходит. С одной стороны, это хорошо, потому что это дает мне возможность на какой-то интересный вопрос дать развернутый ответ, потому что что-то уже проговорено тысячу раз. А с другой стороны, если транслировать чаще, то скоро вообще говорить не о чем будет. И тогда будет совсем неинтересно. Мне кажется так. Гораздо проще. Вот видите, как я Вам ответил. Так можно ответить, но если научатся делать клоны, то можно будет легализовать однополые браки. Но на самом деле состояние духовного человека будет повреждаться. Это же грех. Суть-то греха в чем? В том, что данный поступок, например, любой, украсть у кого-то, он наносит вред душе. Он ломает эту душу, он ее как-то искажает. Если человек будет вот такой жизнью жить, то это греховно. То есть это будет его искажать, его естество искажает. Намечается интересная поиска Павловичского Иерусалима. Ух ты! Правда, правда интересно. Живите и любите друг друга. Домовой плохой или нет? Ну, это бес дымовой. Негоже Вам тут. А о чем я сужу? Меня спросили, я отвечаю. Я хотел бы сказать, что как пост, так начинается вопрос с такого характера. Потому что столько времени без поста, никто не спрашивал об этом. А тут пост обязательно спросит. Ну а что, кого я тут осудил? Гомосексуальность – это не проблема, а проблема гомофобии. Общество должно принимать любого, если тот не покушается на жизнь других. Про насчет общества я не спорю. Вопрос был по поводу церкви, я Вам по поводу церкви ответил. Вот сейчас, например, скажет человек, а вот мы тут хотим такой гомосексуальный брак. Это наше право. Мы взрослые люди, мы хотим. Что Вы нас? Принимайтесь такими, какими есть. А завтра скажут, а вот педофилии давайте легализуем. Это тоже право. Мы лишаем детей права и так далее. Что? Давайте детей туда же будем. И это будет. И еще хуже будет. И это цветочками потом покажется. Тема секса во время поста неисчерпаема. Это точно. А знаете, я догадываюсь, почему это происходит. Кроме банального того, что обостряется в этот момент, тут немножко другое. Просто это время особенного труда духовного делания. И здесь встает сразу вопрос. А как быть в семейной жизни? Как в семейной жизни себя вести? И начинаются какие-то вопросы задавать сами себе люди сперва. А потом начинают это обсуждать на просторах интернета. И среди духовенства тоже так же. То есть наискви там еще как-то спрашивают. То есть эта тема обостряется именно во время поста, потому что люди начинают обращать на нее внимание духовную жизнь. При этом сама духовная жизнь воспринимается, она противопоставляется. Духовное – это что-то такое святое, чистое, неземное. А секс, интимные отношения – это что-то такое низменное, противопоставляется. И отсюда начинаются проблемы, как это все совместить. На самом деле, конечно, никаких проблем нет. Если речь идет о семье, о браке, пожалуйста, брак честен, уложен не скверно. Никаких проблем нет. Но вот люди никак не могут в сознании это соединить. Из-за этого у них рождается масса вопросов. И поэтому тема актуализируется, и она начинает активно обсуждаться. Вот такое объяснение у меня этому явлению есть, как обострение. Всех разговоров на тему интимную во время поста. Особенно великого. Но почему же домовой бес? Он хранитель домашней обители. Ну, хранитель, может быть, но не знаю, к чему он хранит. Бесенок это? Домовой. Правильно. Это прилагательное. Осуществительное. Какое? Никому не интересно обсуждать теорию струн. Всем интересно. Да. Это правда. А потому что я, например, не знаю, что это такое. Я считаю, что вы ответили на поставленный вопрос. Но мне кажется, что Церковь стоит пересмотреть свой взгляд насчет проблемы гомосексуальности. Я думаю, что это абсолютно бесперспективно. Может быть, со временем будет какой-то пересмотр. Но это будет означать просто деградацию Церкви и все. И не более того. Просто ее сползание в саму гомосексуальность и не знаю во что. Просто сползание. Церковь должна свидетельствовать об истине. Свидетельствовать. Вот мы и свидетельствуем, и мы говорим. Люди, вот это белое, это черное, это хорошо, это плохо, это добро, это зло. Не нравится. Пожалуйста, не слушайте нас. Но Церковь все равно будет свидетельствовать, это белое, это черное и так далее. А говорит, давайте пересмотрим свои взгляды. Церковь должна пересмотреть, церковь должна поменяться. А Бог может поменяться? Нет. Бог не изменен. А раз Бог не изменен, значит, что было черным, то черным и останется. Что было белым, то белым и останется. Добро, зло – это всегда во все времена. Будет так. И никак иначе. Церковь может перестать свидетельствовать об истине, начать лукавить, пытаться, ну, вы знаете, давайте будем смотреть шире. На самом деле все не так просто и однозначно. И начать вот эту политику, смягчать, так сказать, позицию. Но это просто Церковь перестанет свидетельствовать об истине. Тогда грош ей цена. А истина как была, так и останется. Церковь нормально относится к людям, которые страдают. Мы считаем, что они страдают вот таким духовным недугом. Это если человек родился с этим. Или он просто от излишества, от избытка какого-то, от перенасыщенности сползает в этот грех, будем называть вещи своими именами, именно от излишеств. Например, речь идет о мужчине. Пожалуйста, женщины вот они доступны, это же неинтересно. Надо что-нибудь особенное. На особенное вот и тянет. Но это уже от пресыщения. И это никогда не будет нормально. К таким людям Церковь может относиться, конечно, уже строже. Значительно строже. А вот те, которые родились с этим, и не виноваты, что вот так у них просто сознание такое, к ним, конечно, можно отнестись нормально и воспринимать их вполне нормально. Но при этом относиться как к какому-то повреждению. Есть люди, которые рождаются с желанием украсть мелкое. Зашел в супермаркет, и вот так и тянет что-нибудь стащить. Как это называется, болезнь такая? Есть же какое-то название этому, медицинский термин. Это вот страдает человек. Есть другие какие-то вещи, фобии какие-то. Человек страдает. И это тоже. Человек страдает. Это ненормальность. Если он признает это как ненормальность, он понимает, что это ненормально, он этому противостоит. Такого человека можно только уважать. На его долю выпал такой крест, который довольно-таки тяжело ему нести. Это заслуживает, конечно, уважения. Сказать, что это крах и совсем большая, великая катастрофа, я бы не стал так говорить. Потому что любой человек испытывает какое-то сексуальное влечение к противоположному полу чаще, но противостоит этому. Мы же не позволяем себе многих вещей. Почему дьявол – сатана, князь мира сего? То есть он князь всего мира, видимого, плотского или только земли, куда слос он был? Наверное, вообще плотского. Речь идет о материальном мире. А я заметил, что на некоторых пивных ценниках появилась надпись «К пасхальному столу». Как Церковь к этому относится? Ну, кто-то делает на имидже Церкви свою какую-то прибыль. Написал «К пасхальному столу». Ну что же, использует бренд в своих интересах. Куда деваться? Я, например, не понимаю, как связаны Пасха и пиво. Не, можно, конечно, выпить пивка на Пасху. Я тут слышал, раз мы эту тему продолжаем усолить. Какая-то дама с Норвегии приехала, она наша русская, туда уехала, замуж вышла, туда уехала. Там она якобы натерпелась жизни той в Норвегии. В итоге у нее забрали одного ребенка. Одного она чуть ли не выкрала. И каким-то тайным образом они перебрались обратно в Россию. И вот она рассказывала о том, что там творится. И я так послушал. Боже, какой ужас, если то, что она сказала, даже хотя бы наполовину. Правда, это ужасно, конечно. Каждая Библию понимает по-своему. Мы все разные и все в своих иллюзиях постоянно. Тоже религия – это большая иллюзия. Я во многом с вами согласен, даже, может быть, совсем согласен. Но я бы продолжил эту фразу. Потому что, если действие Божие убрать, и мы тут живем в земной жизни, по-своему как-то все понимаем, строим себе какие-то мировоззренческие схемы. Вот у нас есть Библия, мы ее изучаем. И каждый ее понимает по-своему. И религия тоже у каждого по-своему. Это все справедливо. Но есть и Тить Бог на свете. И Господь своей благодатью касается человеческого сердца. И говорит, вот он я. И когда святым Духом человек Вадим, то есть святым Духом, он уже видит, вот как нужно это правильно понимать. Вот так оно на самом деле. И вот тогда получается объективная истина. А не так, у каждого свое. Поняли, о чем я? Нет, если не понятно, я могу как-то по-другому попытаться объяснить. У Вас много в речах взято из других источников. А то, что думали другие, это не всегда и правда. О чем Вы здесь говорите? Это икона почитания и икона поклонения. Ну да, да, да. Я просто как в качестве примера привел. Я мог бы что-нибудь другое привести. Большинство людей представляет себе Бога, как это написано в Библии. Да нет. Даже как это написано в Библии, каждый понимает по-своему. Потому что Библия одна. А смотрите, сколько разных представлений о Боге. У протестантов это одно. Даже их там много. У протестантов они по-разному немножко. Так, 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 чуть-чуть, капелечка, где-то немножечко. Но все по-разному. И у католиков тоже по-своему. У православных по-своему. Причем даже у всех православных. Мы даже едины, но даже в рамках православия некоторые его так чувствуют и понимают. Некоторые так, некоторые так. По-разному воспринимает Бога. Видите, как? Один Бог, одна Библия. А понимает его каждый чуть-чуть, где-то, но по-своему. И уже понимая его по-своему, он уже читает Библию. И Библию начинает понимать немножко в ту, в другую, в третью сторону. Помните фильм «Остров»? Там, когда уже в самом конце приехал со своей дочерью бесноватой, какой-то там полковник, он или генерал, или кто-то военный-то был. А ему этот старец-то и говорит, да бесноватая она. А вы откуда знаете? Он говорит, да я с ним лично знаком, с бесом в смысле. Вот так же и с Богом человек бывает лично знаком. И четко знает, вот здесь есть, а здесь нет. Большинство людей представляют себе вот так. Я как-то общался со староверами, спросил их отношение к новообращенным, то есть к таким, как вы. Они сказали, что это новообращенные, это еретики второй степени после католиков. Они нас называют новообращенными. В моем понимании, новообращенный – это человек, который год, два, три года назад пришел к вере. Вопрос по евангельскому чтению. Там Христос говорит, возьми крест свой и следуй за Мной. Но выражение «нести крест» возникло после того, как Христа распяли. Объясните. Я думаю, что точно такой же вопрос можно сказать и про крещение. Что Иоанн Креститель крестил само крещение. А почему так? Таким словом названо крещение. Сам крест-то появился позже. Но все дело в том, что Евангелие писалось уже после, распятия, смерти, воскресения Христа. И апостолы, авторы Евангелия, употребляли те термины, которые уже в то время сложились. То есть они не цитату прямо приводили, а вкладывали в уста Христа термины, которые уже были понятны. Поэтому термины немножко опережают само действие. Я так понимаю. Как можно бороться с сектантами вроде «Свидетелей Еговой»? С ними не надо бороться, их надо лечить. Потому что они совершенно с промытыми мозгами, в частности «Свидетелей Еговой». Им так промывают, что у них отсутствует способность критически осмысливать свою собственную веру. У них вся критика обращена вовне. То есть все то, что у них внутри, все это имеет ореол святости, непорочности и абсолютно не подвергается никакому сомнению. Они боятся. Это чисто на глубоком психологическом уровне. Там такая обработка идет. Они боятся именно критически осмыслять. Если им задаешь какой-то вопрос, который обнаруживает их несостоятельность, их веры, они это психологически блокируют, не пускают это абсолютно внутрь. И все, бесполезно, не пробьешься. Бесполезно. Поэтому это люди, которых очень хорошо обработали психологически. Беда. Если православие, например, наоборот, старается человек все время критически к себе. И сколько, например, на просторах интернета сами православные критически высказываются по отношению к своей же собственной вере, к Церкви, к своему священноначалью и так далее. Посмотрите, сколько у нас критики в адрес наших иерархов раздается. И что-нибудь подобное попробуйте найти в какой-нибудь секте. Попробуйте. Вообще не увидите. Даже рядом. Нет, у нас есть, конечно, тоже, которые фанатически верят в наших священноначальников, в наших священников, как в Господа Бога. То есть для них это как будто бы небожители, на самом деле. И они с пеной у рта готовы защищать, отстаивать. Но масса людей, которые радикальны. Но масса людей, которые и критикуют. А, например, у сектантов, у тех же «Следителей Йего» никакой критики вы не увидите. Абсолютно. Там все свято. Ну, по их мнению. То есть это люди, у которых отсутствует напрочь критическое мышление по отношению к своей секте. И с ними бороться бесполезно. Им можно как противодействовать? Просто, во-первых, игнорировать. То есть с ними не вступать в контакт. Если только на бытовую тему. Там «дай-подай», «здравствуйте», «до свидания», «по работе» еще как-то, но ни в коем случае не на религиозную тематику. К старобрядцам какое отношение? Я уже сказал, к людям у меня вообще ко всем хорошие отношения. К старобрядцам тоже. А к старобрядничеству как к явлению? Ну, печальное явление, старобряд. Люди, которые считают, что от того, что какой-то обряд соблюдается, от этого, значит, и это спасительно. Если будет вот такой обряд, это спасительно. Если и он изменится, то он уже не спасительный. И они держатся за эти внешние обряды, как за спасательный круг. А на самом деле все эти обряды складывались веками. Они не сразу возникли. И первые христиане не имели такого количества всяких разных обрядов. И ничего. Спасались. Наследовали Царство Небесное. Все было нормально. Так что это не есть нечто абсолютно необходимое для спасения. Ну, подумаешь, креститься двумя перстами или тремя перстами. И важно. Конечно, если это делать специально поперек, то это уже другой разговор. А сам по себе обряд он не спасает, но и не губит. В этой связи и наша Церковь неправильно поступала, что силком заставляла этих старообрядцев отказываться от своих обрядов. Не надо было. Раз уж обряды так не важны, так и ладно, пусть себе креститься двумя перстами, раз им хочется. Ну, кстати, потом понимание этого пришло, но уже раскол произошел. Сейчас пытаются преодолеть этот раскол. Я думаю, что со временем он будет преодолен, но какое-то время еще потребуется. Может быть, сто лет еще потребуется, не знаю. Как думаете, когда все люди будут лучше жить или нам это не светит? Вопрос, что значит «лучше жить»? Под словом «лучше» что понимается? Материальный недостаток или что-то духовное? Мир во всем мире. Что понимается под «лучше»? В моем понимании, лучше – это не значит богаче. В моем понимании, лучше – это значит счастливее. То есть, когда человек более счастлив, нежели сейчас. А более счастлив он будет, если его жизнь наполняется смыслом. А жизнь наполняется смыслом не от того, что у него новый холодильник, или новая машина, или квартира выросла в масштабах, а от нечто большего, то есть не в материальном отношении, а от того, что у него в семье хорошо, от того, что у него в душе хорошо, что он благообрел. От этого у него будет весна в душе, что он с Богом общается. Вот его жизнь будет наполняться смыслом, он будет счастлив. Вот от этого зависит. Но это в моем понимании. И тогда будет ответ один. А если в понимании материальных благ, это совершенно другое, ответ уже другой. Поэтому, что имеется в виду по словам «лучше»? Пробовала несколько раз, но не пошло никак. Сегодня придут гости из Болгарии, из России. Молодая пара. Я соблюдаю пост. Как поступить? Можно ли вина выпить с ними? Что кушать? Спасибо. Гостеприимство. Надо встречать гостей на стол, туда-сюда, венца и всё это пожалуйста. Злоупотреблять хождение в гости во время поста тоже нельзя. А то сейчас скажут «О, давайте будем чаще встречаться». Да, да, да. Ну вот так. Мне остро понравился. С Мамонова, да. Да, хороший фильм. Ну, конечно, там как-то сгущённо, знаете, сгущённо там всё. Так вот сжато прям. Сгустили. Но это же фильм. Он на то и фильм, чтобы… Это жанр такой. Там нужно было вот так вот сгусток такой сделать, показать. Поэтому, где что-то, конечно, пересластили, переборщили там. Но ничего страшного. Если брать поправку на этот фильм – отлично. «Апокалипсис», сравнить нельзя. Да, хороший тоже фильм. Но вы знаете, вот «Апокалипсис» Гибсона на два раза, по моему мнению. То есть я первый раз смотрел, это было что-то потрясающее, это очень захватывающе всё. Впечатлений получил массу. Но когда потом через какое-то время второй раз смотришь, уже значительно хуже. То есть, ну да, вот как-то уже теряется, уже не то. Так что, я думаю, третий раз, четвёртый раз смотреть уже будет совсем не то. Может быть, только много-много времени спустя. Кстати, похожая история, даже в ещё худшем варианте, это была с сибирским цирюльником. Первый раз сибирский цирюльник это посмотрел на одном дыхании. Очень здорово, красивый такой фильм, красочный. Боже мой, так всё это. И актёры, игра актёров потрясающая. Второй раз смотреть не мог, вообще не мог. Так, материальная влага – это всё суета. Про счастье имел в виду. Спасибо. Пожалуйста. Чтобы быть счастливым, нужно уменьшать потребности. больше ценить некие вещи духовного плана. То есть, взаимоотношения, людей, любовь, дружбу. Ценить больше, нежели какие-то материальные богатства, состояния. Что-то такое. Тогда будет и счастье. И ещё уметь радоваться каждому прожитому дню, каждой минуте, каждому часу. Радоваться и наслаждаться этой жизнью, что она есть. Это же здорово. На самом деле, это великое счастье. Сам факт того, что мы живём – это великое счастье, большая удача. Если бы мы просто понимали, насколько мы счастливые люди, мы же несчастны, почему? Потому что мы сами себя делаем несчастными. То есть, проблема, на самом деле, у нас вот здесь, в голове. Живём мы с вами хорошо, мы кушаем вкусно, питаемся, сладко спим, хорошо одеваемся. У нас в материальном отношении нормальная ситуация. И вообще всё замечательно. Но вот здесь мы ставим установку. А, вот этого нет, этого не хватает, этого хочется. Отсюда мы видим, чего нет. И перестаём замечать, что есть. И перестав замечать, перестаём это ценить. И всё, и счастье нашего испарилось. А осталась только какая-то неудовлетворённость по поводу того, что чего-то мне не хватает, и время уходит, и что-то я не успеваю в своей жизни, и ещё что-то. А вот у моего соседа лучше, чем у меня. И всё. Это бесконечно. Поэтому очень важно иметь благодарность к Богу. Почему и говорят, что религиозное воспитание детей начинается не с того, когда ребёнка за ручку в храм ведут, а с того, когда его учат говорить спасибо маме за вкусно приготовленный обед. И вообще просто за обед, за ужин, за то, что она постирала, погладила, что-то ему заштопало. И он уже должен маме сказать спасибо. Вот с этого момента начинается религиозное воспитание. Мы учим ребёнка быть благодарным за то, что мы ему делаем. И когда мы его к этому приучаем, он учится сначала благодарить свою маму, потом он учится благодарить учителей, потом он учится увидеть и замечать в своей жизни много чего, за что можно поблагодарить людей, прохожих, просто за то, что кто-то есть на белом свете. Жаворонки поют. Потрясающе. Сегодня на улице у нас поют жаворонки, заливаются. Уже несколько дней они поют, но это чудесная песня, давно не слышали. Это так здорово. И это тоже повод поблагодарить. Поблагодарить Бога за то, что дожили до весны, прилетели жаворонки. Как хорошо, что они улетали и потом прилетают. Потому что, если бы они каждый день так пели, щебетали, это было бы неинтересно. А так мы соскучились по ним. И сейчас мы им так рады. Они щебе-щебечут себе в небесах. И где-то он там вьется-вьется в этом небе. Его и не видно. Я его искал и сказал, где же ты там поешь-то летаешь. Так и не нашел. Высоко. И грачи тоже дружными стаями носятся. Везде по деревьям сидят, гнезда свои осваивают, осматривают, ремонтируют. Там они свои гнезда деловито так приводят в порядок. Кричат, каркают. Скоро птенцов будут высиживать. Деловые. Тоже здорово. Ручьи бегут. Ну, вообще весна. Это же так прекрасно. Солнце светит, снег тает. Вообще здорово. И вот так каждое что-то в жизни всегда есть за что поблагодарить. Люди рождаются слепые, глухие, без рук, без ног, с ДЦП, с какими-то заболеваниями, врожденные. Боже мой, посмотрите, паралимпийцы наши. Вот люди с ограниченными возможностями. Но они тоже умеют даже в своей жизни, с нашей точки зрения, катастрофа, но они там находят что-то хорошее. Свои какие-то у них радости. И если уж они находят возможность благодарить, то нам тем более. А когда будет благодарность, тогда будет и счастье. И вера есть удел душ благодарных. Поэтому у нас самое главное богослужение в Церкви, самая главная служба называется Евхаристия, что в переводе с греческого значит «благодарение». То есть мы Бога благодарим. По-другому, еще другое название, мы чаще говорим «литургия». Но так-то вообще это Евхаристия или причастие. Но вот Евхаристия – это правильное слово. Благодарение. Посмотрите фильм «Илуда» – не смотрел. Купили 18 тысячи на Басква? Не купил. В современных законах политики и СМИ? Не читал. Хорошо-то я отвечаю. Апокалий смотрел четыре раза, но уверен, что тот четвертый был не последним. Ну, я думаю, что я тоже посмотрю и третий раз. Ну, просто как-то вот… Например, «Джентльмена удачи» можно смотреть бесконечно. Шедевр сравнить. Как научиться терпению? Знаете, ключик в том, чтобы научиться уметь понять и простить человека. Вот ключик в чём. Уметь понять и простить другого человека. А уметь понять – это значит уметь поставить себя на его место. Посмотреть на жизнь, на мир, на самого себя его глазами. Ну, и вот в этом, мне кажется, ключик. А вот как это сделать? Только практика. Довольно диковато смотреть даже художественным исполнением страдания Христа. Вот уж действительно синтетическое нагнетание эмоций, против которого предостерегают свои отцы. Согласен. 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 И я-то его задавал, но я знал ответ, но я как бы ставил себя на их место и думаю, наверняка люди сидят и думают, интересно, а за что его так вообще? Там же не показано, там просто факт, тупо страдания и всё. А почему? За что? Для чего это надо было? Вообще непонятно. Вот это там не раскрыто абсолютно. Но это чисто такой западный подход. Это западное богословие. Почему правоверные католики ставят лайки на мои посты в Твиттере, где я выражаю своё негативное мнение о посте Райот, при этом употребляю много мата и злых высказываний? Почему вы у меня об этом спрашиваете? Вы у правоверных католиков спросите. Максим Сергеевич, откуда у вас действительно ссылочки на каждый случай? Так много действительно. Собственно, числа мешают человек быть счастливым. Но как обрести настоящую веру? Я верю, но моя вера кажется мне непонятной. И иногда начинаю сомневаться, хорошо ли я верю. А ведь сказано по вере твоей и воздастся тебе. Как обрести? Это такая вещь. Я уже говорил об этом как-то в других трансляциях. Но она стоит того, чтобы повториться. Она обоюдная. Мы верим в Бога. И чтобы обрести подлинную веру в Бога, нужно, чтобы Господь тоже со своей стороны твоего сердца коснулся. Просто так вот здесь взять нам и в Бога поверить, а Он где-то там нам не открывает Себя. Ну, будет вера, конечно. Но она будет такая шаткая, такая хрупкая. И временами будут находить сомнения. Нужно, чтобы Господь оттуда тоже на нас призрел и глянул, и коснулся сердца. Соприкоснулся и сказал, вот Он Я. Вот тогда это будет действительно настоящая вера. А чтобы это произошло, нужно проявить настойчивость. Нужно проявить настойчивость в молитве просить у Бога, чтобы Господь укрепил веру, даровал эту веру, чтобы Он явил Себя настойчиво, упорно. Но при этом знать, что как только это произойдет, вам придется пересматривать свою жизнь, пересматривать свое отношение ко всему. И к самому себе, и к своим родным и близким, и к окружающим. И на все, на все пересматривать свои отношения. Придется менять свою жизнь, придется что-то новое вносить, от чего-то отказываться. Это огромная перестройка. Старым термином. Всего образа жизни и самого себя. Если вы к этому готовы, если вы к этому стремитесь, дерзайте, Господь даст вам. Если мы так хотим верить, но при этом ничего не хотим меняться. Нам тут хорошо, комфортно, мы будем так, как есть. Ничего нам не нужно, никаких перемен. Нас все в принципе устраивает. Так что давай мы какой-то статус-кво выработаем. Мы вроде верующие, но чтобы нам спокойно жить. Мы не будем совершать больших грехов, но в крайнем случае покаемся, а ты нам простишь. Но не стребуй с нас ничего большего. Вот такая вера, она так и будет шаткая. Так и будет картонная. Вот такой вам ответ, нищий. Я считаю, что нет радости, потому что поддельные ценности нам культивирует государство. Не согласен с вами. Государство культивирует. Да, это было всегда. Это культивирует не государство, это культивирует мир вообще, в принципе. Это было и до Христа, и во время Христа, и после Христа. И в прошлом веке, и в позапрошлом, и в нашем, и в следующем веке это будет так. А уж как вы ведетесь на это или не ведетесь, это ваш личный выбор. Во все времена были люди, которые говорили «нет, а я буду по-другому», и шли против течения. Они у нас в святцах, пожалуйста. Не все, но многие из тех, кто так делал. Хотите к ним присоединиться – дерзайте, Бог вам в помощь. А нет – не вините, что государство вам навязывает. Бес в образе змея явился Еве в раю и говорит, «А подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Короче, он ее искушает, чтобы она съела запретный плод. Но он не заставляет ее. Это выбор ее. Потому что, если он просто возьмет это яблоко, сорвет и запихает ее, то она его проглотит. Ну и что? Она же его не хотела есть. Он ее насильно заставил. И это греха не принесет никакого. Важен выбор человека. И выбирает сам человек. Поэтому то, что вам навязывает государство, ну навязывает. Ну и что? Всегда так было. А решаете вы. «Как можно благодарить грешников за их существование?» Такая мысль оскорбительна для Богов. Ну здравствуйте! Какой бы грешник ни был, в нем что-то святое есть, что-то светлое, что-то чистое. Ведь этот самый грешник, не знаю уж какой там негодяй, у него все-таки была мама, правда же? Которого родила. И он для нее сыночек. Она его любит. Правда же? Любая мать любит своего дитя, какое бы он ни было. Так что и Господь так же нас любит. Тоже. Поэтому даже в самом большом негодяе есть что-то святое. У этого негодяя могут быть дети, которые тоже его любят. Потому что это их папа или мама тоже любит. Так что даже самый большой негодяй, в нем что-нибудь святое, светлое, да есть. Бог один и любит буддистов своему, сульман свой и т.д. с точки зрения православной церкви и твоей лично. Бог один, конечно же. Один. А вот уже воспринимают его все по-своему. И тут можно бесконечно долго говорить о том, как они его воспринимают, как другие его, как третьи его воспринимают, кто из них правее, кто левее. Но это, знаете, бесконечно долго можно об этом говорить. А можно задать себе вопрос и сказать, а Господь как бы хотел, чтобы к Нему относились люди? Как бы он хотел. А можем открыть Евангелие, посмотреть. В Библии об этом написано. Потому что в Библии сам Господь себя открыл в лице Господа нашего Иисуса Христа. В Евангелии об этом прямо четко указано. И с этим уже можно сверять. Какая зарплата у священника маленькая? Зарплаты у всех маленькие, у священников тем более. Не верите мне? Спросите у Ахлобыстина. Он вам подтвердит. Ахлобыстин как священник не внушает доверия. Так вы его спросите не как священника, а как человек, который пошел в попы, но убедившись, что там денег не густо, вернулся назад. Он вам правду скажет, каково быть попом. У вас дома гости часто бывают? Нет, не часто. А вообще, смотря с чем сравнивать. Давайте так. Что по-вашему средне? Ну, нормально. Это как часто? У меня все мещанские слезы. Изя Курман. Здравствуйте. Ну, вы меня увидели, услышали, наверное, что-то спросить хотите. Давайте поддерживать разговор. Я такой, знаете, как заводная игрушка. Если меня заводишь, я что-то там говорю. Если не заводишь, я молчу. Из всех наших тетрашколы попробовала пройти экзамен. Прошел только один человек. О, видите? Роду чати полно. А наши тестеры, то есть вы, не пошли в воскресную школу. И уж никто не попробовал пройти экзамен. Изобразие. Мамонтенок, здравствуйте. Да как же, я каждую неделю здесь бываю. Что вы? Каждую среду. Каждую среду. Пока я пропустил только одну единственную среду. 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 Да простят меня те, кто знает лучше меня русский язык, если я не прав. Пока только одну пропустил. По причине пребывания в Москве. Но об этом много раз предупреждалось. И это было в январе месяце. Так что пока все четко по графику. В начале фильма «Страсти и Христос» цитируется 53 глава книги пророка Исаия. И что? Я не понял, в чем вопрос. Как вы относитесь к подмене ценностей нашим любимым правительствам и отвлечения мелкими ненужными проблемами более важных? А что имеется в виду истина? О чем здесь речь поконкретнее можно? Потому что сейчас в средствах информации столько информации на одну и ту же тему всесторонней политикой, что я не совсем понимаю, о чем идет речь. Верите в чудеса? Может, сами видели? Видел? Да. Верю. Неса бывают. Но знают, что они не такие, как кажутся. Как вы себе представляете чуда? Это когда что-то произошло неестественное. Допустим, как у hungara висит и по ней бегут слезы. Обывает масло выбегает. Такое я тоже видел много раз. Это не самое удивительное чудо. Бывает, масло выбегает литрами, ну и что? Да, это нарушает законы естественные природы. Это икона, доска сухая, из нее ничего не может выбегать, а бежит. С точки зрения физики или химии происходит что-то непонятное. Но более удивительно, когда нарушаются не просто законы химии или физики, а когда нарушаются законы психологии, какие-то более глубокие вещи. Когда икона плачет, это удивительно. Ну и что? Это несложно. Попробуйте сделать так, чтобы грешник заплакал о своих грехах. Это гораздо сложнее. И когда ко мне приходит человек на исповедь и говорит, «Батюшка, я хочу в грехах покаяться». И он с него бежит. И он оплакивает свои грехи. Вот знаете, мне сто плачущих кон не так удивительны, как вот этот один человек. Вот где настоящее чудо. Потому что Господь каким-то невиданным, невиданным и вообще непонятным путем провел этого человека через все хитросплетения нашей жизни. Провел его, может быть, какими-то окольными путями, где только этот человек не ходил, где его не носило, и как только там что в его жизни не случалось. И привел его, не угрожая ему. Ни гром молния с неба не сверкала. Ничего такого не происходило, что он так устрашился и пришел в грехах каяться. Там ни гром с молнией. Господь его злобу этого человека, его греховность этого человека, его ожесточение победил своей любовью. Своим прощением, своим милосердием сумел победить его зло своим добром. Вот когда это происходит, ты понимаешь, что вот оно, настоящее чудо. Это подлинное чудо, понимаете? Когда в душе человек перерождается, когда у него там все внутри меняется. Вот это настоящее чудо, а не просто какое-то внешнее. Ну подумаешь, что там масло из иконы побежало. Ну и что? Кого это поменяло внутренне, в сердце? Кого это изменило? Толпа людей пойдет подивиться на чудо, посмотреть, как из иконы бежит масло. Ну да, посмотрели, подивились. Но какими были грешниками, такими и ушли. Ну может быть, где-то там в своем сердце они скажут, надо же, надо в следующий раз на Пасху обязательно в храм сходить. Ну вот может быть, и все. А вот когда такое происходит, это вот настоящее, легче мертвого воскресить, чем грешника вот так заставить заплакать о своих грехах. Потому что мертвый он мертвый, он сопротивляться не может. А грешник, какой бы он ни был грешник, он имеет свободу и волю и может сказать «нет» в любой момент, в любую секунду. А это безжизненная материя, она не сопротивляется Богу. Так что мертвого воскресить легче, чем грешника к покаянию привести. Но Господь приводит таких людей. И вот когда это видишь, понимаешь, это настоящее чудо. Помните, в истории был император-отступник, Юлиан-отступник, бизантийский император, который был крещен, он был христианином, воспитанным христианином, он знал христианство изнутри. Но, взойдя на престол, он себя объявил язычником и сказал, что все, христианство – это мои враги, христиане – это враги, все, мы будем возрождать язычество, я вот язычник. И он так яростно практиковал язычество, что даже языческие жрецы руками разводили, и вообще для них даже дико было. И вот он так усиленно все это делал, 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 пока не случилась там очередная какая-то война, и он в этой войне, как полководец, в бою сражался и по преданию, тут есть спорный такой момент, но по преданию, когда он получил смертельную рану, умирая, он сказал, ты победил меня, Галилеянин, Христу, он так Христа назвал, Галилеянин, потому что Христос из Галилеи был. Победил меня Галилеянин. Так вот, Галилеянин зачастую побеждает человеческое упорство и греховность своей любовью, своим прощением. Не зачастую, а чаще всего. Он именно так и действует. А потом, знаете, есть на эту тему еще прекрасный роман Виктора Гюго «Отверженный» называется. Советую его почитать, но только тем, у кого есть навык чтения, те, кто любит максимум что-нибудь такое чтиво-легкое, то Виктор Гюго – это не для вас. Это очень серьезный такой писатель, его читать тяжеловато. Но «Отверженный» – это, конечно, роман, который я обязательно найду время. Может быть, я его первым себе на очередь поставлю, чтобы его прочитать или прослушать в МП-3. Может быть, он есть в интернете, может быть, имеет смысл его скачать, и просто в дороге я много нахожусь, может быть, мне его прослушать. Потому что как раз эта тема там очень хорошо развита. Возможно, я уже где-то снимаюсь. Снимаюсь. Да, как же. В воскресной школе войдите, посмотрите на меня. Я там прям поп-звезда, киверпоп. А с какого момента у плода появляется душа? С момента зачатия. Прям сразу же появляется человек, личность, и душа, и его дух, и все. Спасибо за теплые слова, за похвалу. Как мне Москва? Ну, стоит. Стоит столица на месте, никуда не делась. Я вот уезжаю, она не плачет, я приезжаю, она не радуется. Ну, просто стоит и все. Хочешь сохранить семью, выкинь телевизор, включи интернет. Хороший совет. Какое чудо было для вас наиболее удивительно. Ну, вот я вам рассказал. Вот, собственно, я рассказываю вот эти вот вещи. Я конкретные имена не буду называть людей, которые приносили такое покаяние. А потом, я сам такой. Меня победил галереянин. Я же был атеистом воинственным, вообще воинствующим. Даже сегодняшние воинствующие атеисты мне в подметки не годятся. Вот таким я был. Эх, как я поносил попов. Да вы что, это первые мои враги были. Церковь христианская, православная. Всё, туши свет. Я же ненавидел её всей душой. Ну и где я? Вы видите, что? Он победил меня. Вот он я. Самое главное чудо в моей жизни – я сам. А вы много таких случаев видели? Ну, хотелось бы побольше. Бывает, человек раздает деньги, это как ими пользуются. Специально намазывают каким-нибудь веществом, которое медленно выделяет жидкость. Да, попы – это великие химики. Я вам так скажу. Может быть, где-то кто-то что-то и химичит. Может быть. Но, наверное, в девяносто пяти случаях из ста, ну так, пять я оставляю для видимости и объективности, так сказать. Хотя, я думаю, что гораздо больше. То есть, в девяносто девяти случаях или в девятьсот девяносто девяти случаях из тысячи никакой обмана нет. То есть, это на самом деле происходит. Никто ничем не мажет, никто не занимается этой ерундой. Кого обманывать? Кого обманывать? Себя обманывать? Может быть, кто-то где-то химичит с целью нажиться денег. Но шило в мешке не утаишь, и это все равно все скроется. Не этот случай не чудо. Чудо, когда вы выигрываете миллион долларов, покупая себе домик на природе, живете независимо от кого. Ну да. А в этом домике газ будет российский? А кто будет за него платить? А электричество, а вода? Все равно будете зависеть. Про электронные паспорта спрошу. Я думаю, что они будут. Даже если мы начнем этому очень сильно сопротивляться, проведем референдум и скажем, что мы вообще против выразить свои голоса туда-сюда. Ну, оттянем мы этот момент еще лет на пять. Ну, на десять. Но это все равно случится. Вот что я думаю про электронные паспорта. В фильме показывается, какой ценой нам далось причастие. Это про страсти Христовы. Ну и какой же? Вы знаете, я там вот этого не увидел. Какой ценой нам далось причастие. А кому это было заплачено? Давайте я так спрошу, чтобы было понятно. Речь идет про страсти Христова. Про фильм. Христос принес себя в жертву, и вот этой ценой мы куплены. И нам вот такую цену пришлось заплатить, чтобы мы имели вот такое великое счастье, как причастие. А кому была заплачена эта цена? Кому? Богу Отцу? А зачем? Он же нас любит, Он же нас Отец. Зачем нужно было вот такое, чтобы это все происходило, чтобы мы причащались? Он же не мог так просто сделать, что ли? Нужно было так поиздеваться над своим Сыном Единородным? Нет. Сатане было заплачено. Значит, Бог заплатил Сатане, чтобы нас выкупить. Это какой-то кошмар. Кому было заплачено? Когда речь идет про цену и так далее, все не так однозначно. Все сразу мы становимся на рельсы купи-продай и на рельсы какого-то законничества, юридизма. Это все не по любви. Тут что-то другое. И вот в фильме этого нет. Вы говорите, легче воскресить мертвого. Ну так воскресите мне моего отца. Он еще в 1988 году помер. Было бы интересно это посмотреть. Так я не говорю, что я кого-то к покаянию привожу. Это Господь приводит, а не я. Ведь ко мне приходит человек, который я первый раз в глаза, может быть, вижу. Который приехал, может, откуда-то. Пришел, ему, допустим, пятьдесят лет. И он вот это, хоп, приносит. Кто его привел? Я? Его же Господь привел, а не я. Я только свидетелем этому стал. Я чувствую, что я соприкасаюсь с каким-то особым действием Божиим над этим человеком. Я чувствую десницу Божию над этим человеком. С благоговением только могу воспринимать все происходящее. Потому что я не заслужил, чтобы быть свидетелем этого чуда, но я являюсь таковым. Но я же не воскресаю мертвых, и не я привожу к покаянию людей, а Господь. Поэтому Он может воскресить, но не станет этого делать, если речь идет про вашего Отца. Потому что это же не фокус, чтобы его воскресить. И что? И вы удивитесь. И что? Это вас изменит? Это вас не изменит. Это фокусники могут делать по заказу. А ну-ка, достань-ка нам кролика из той шапки. Он раз и достал. А Господь так вот спросит, а воскреси-ка нам от того человека. Он никак не среагирует. Пиво можно в пост пить, например, по баночке в день. По одной баночке в два дня. Лично для вас. Для других будет другой рецепт. Показывается, что такое истинная любовь. Жизнь отдать за друзей своих. Показывается, как сильно Бог любит людей. Но то же самое мне говорят свидетели Еговы. Когда я у них спрашиваю, за что распяли Христа и для чего это было нужно. Они мне то же самое говорят, что Бог хотел показать, как Он сильно любит людей. Ну и что? Кому Он это что показал? Кого это удивило и кого это потрясло? Не очень эффективно пробовать такими демонстрациями, показывая свою любовь. Вы считаете, что Господь таким способом воздействовал на сознание людей, пытаясь произвести на них впечатление? Что-то у нас зависло? Нет, чат идёт? Мы живём? Нет? Алло? Ну-ка. Получается, что Господь просто хотел произвести впечатление на их воображение, потрясти их всем увиденным и действовал через разум? Это не путь Божий. Господь не через разум действует, а через сердце. Он по-другому действует. На кого Он хотел произвести впечатление? Это не то. Это ерунда какая-то. При ближайшем рассмотрении это вообще… Что за привычка всех на газ в углу посадить? Ну, дров нарублю. А налоги заплатите за дрова, то кто Вам разрешит вырубку леса? Вы согласились, что деньги – это зло? Эти бумажки развращают человека, в некоторых случаях подталкивают человека на грех. Ну, так можно. Тихий дождик. Так и про женщин можно сказать. Они, знаете, какие бывают красивые? Вообще, невозможно глаз отвести. Развращают. Женщина – это зло. Давайте мы ее куда-нибудь запрячем. Вообще, всех. Но так же нельзя сказать, правда? Не от них зло, а вот здесь оно. Вот здесь. Так же и деньги. Не в деньгах зло, а вот здесь, в нас, в сердце. Вы лично считаете, что украинцы на самом деле русские? Ну, конечно, они славяне. И мы славяне, и белорусы славяне, и поляки славяне и так далее. То есть славян-то много, но при этом мы разные. В чем-то мы одни, а в чем-то мы и разные. Поэтому, я думаю, что, конечно, украинцы – это украинцы. Русские – это русские. У всех, конечно, свое мнение. Но у вас по поводу Украины наверняка свое. Это вы меня про Украину спрашиваете. Я там чат немножко пропустил, отвечал так пафосно. Поэтому, если что-то важное – повторите. Играете шахматы? Ну, так. Я очень-очень редко, как-то, не знаю, раз в десять лет, наверное, играю. Но, в принципе, я знаю, как фигура уходит. Если ночью кричишь сильно, так что, родные, слышат контакт – это бесы. Ну, нет, наверное. Это, не знаю, может быть, какая-то тревожность. Может быть, вам к психологу обратиться? Что это за такой беспокойный сон? Какая-то повышенная тревожность. Бывают случаи воскрешения людей, но это единичный случай, а все эти воскрешения, про которые пишут, ложь наигранная. Ну, я не берусь судить. Возможно, да, Иисус сам пошел на смерть, чтобы воскреснуть и стать Богом. Не-не-не-не-не. И стать Богом. Не-не-не-не. Он родился уже Богом. Он – Бога-человек. Он соединил в себе божественное человеческое естество. Жертва была принесена человеку. Мы можем причащаться. А мы просили эту жертву. И зачем нам она была принесена? А без нее разве нельзя было? Ну, просто вот, пожалуйста, причащайтесь. Он же причастил своих апостолов еще до своих страданий. Все нормально? Причастились? Причастились. Пожалуйста. Никаких проблем. Так в чем же дело? В Библии же написано, что мы куплены дорогой ценой. Написано. Да. Написано. А я вам сейчас в пух и прах разношу. Я-то знаю правильный ответ. Православный ответ. Знаю. А вот так вот немножко вам это все говорю, для того, чтобы вы немножко-то начинали думать. Ба, а правда. Интересно. А в чем же делать-то тогда? А мы-то думали, что поп во все это верит. А оказывается, что-то он так и критикует. Вот и подумайте, подумайте. Женщина с душой. У нее присуще чувство любви. А деньги – это предмет. Не стоит это идеализировать. А женщину можно идеализировать? Тихий дождик. Вы тоже женщина? Как я понял по высказанным. А я думал, вы мужчина. Поэтому такой пример привел. Если бы я знал, что вы женщина, я бы немножко другое что-нибудь придумал. Ну ладно. Как вы думаете, по какому пути нужно пойти Украине? Какой путь у них должен быть, это им самим решать. Уже менее всего я могу сказать про это. Потому что я вообще Украину не знаю. Я об этом много раз уже говорил. Я там ни разу не был в жизни, ни разу не был в Украине, ни разу. И украинский народ я знаю только тот, который живет здесь у нас. То есть вот они живут, украинцы, хохлы. Мы с ними хорошо, хорошо живем, нормально, взаимоотношения, все нормально. Но это они здесь. Но тот народ я не знаю совершенно. Поэтому как им поступать, как им дальше идти, это им самим решать. Я тут вообще не знаю. Мне все равно про Украину спросить, как про любую другую, про Турцию, про еще какую-нибудь страну, в которой я вообще не разбираюсь. Сказать, как им жить, кто это знает. Пусть они сами решают, как им жить. Уникальный поп, который нормально относится к девушкам на мотоциклах. Даже я больше выскажу, даже ненормально уже немножко, но в другую сторону. Раздаватель земель русских. Поп, который поддержал агрессию Пузина в Крыму и как результат аннексировал Крым, не является для меня авторитетом. Можете удалять меня из своих друзей. Позор вам. Позор мне. Но только я чего-то не помню, где я говорил по поводу того, что я поддерживаю Крым нужного и так далее. Я чего-то не помню. Но если хотите, чтобы я вас удалил, давайте я вас удалю, не проблема. Иисус родился полубогом, но смог развиться от земного даун до реального Бога. Ну да, это не православный взгляд. Ничего общего с православным богословием это не имеет. И вы, может быть, и христианин, но явно не православный. Но потом полюбишь жизнь динозаврами? Может быть. Это должны ученые ответить на этот вопрос, не я. Наши ученые клонируют Христа. Площаница-то есть, и кровь твоя не Христова. Если до этого дойдет, я не знаю. Про разницу душ, или если душ одинаковые? Нет, они не одинаковые, они разные. Так же, как и человеки все разные. У нас тела-то разные, но они одинаковые по химическому составу. Руки, ноги вроде бы одинаковые, голова, глаза и т.д. По половому признаку отличаемся, но души так же. Они в чем-то одинаковые, но в чем-то они отличаются кардинально друг от дружки. По каким параметрам мне себе жену выбрать, если мне многие нравятся? По параметрам? А Вы выберете себе мать своих детей. Какую Вы хотите видеть, что она будет матерью Ваших детей? Вот такую выберете. Если многие нравятся, вот этот параметр возьмите. Так, посмотрите. Нет, с тобой, конечно, интересно, ты такая рассекая, но та получше в этом отношении будет. Мне бы хотелось, чтобы у моих детей она была матерью, а не ты. Мне кажется, вот этот параметр Вам как раз правильный выбор позволит сделать. Боги-инопланетяне затратили время и ресурсы, чтобы вывести породу людей на протяжении многих тысяч лет. Их селекционируют, чтобы развить до и до своего уровня. Без комментариев. Если Вы мне ответите, откуда взялись боги-инопланетяне, откуда они взялись, то тогда поговорим. Максим Сергеевич. Продолжим богословие. Он воспринял нашу поврежденную греховную природу, общую для всех людей. Потом Он исцелил свою индивидуальную человеческую природу, проведя ее через горнило смерти в воскресенье. Наконец поделена возможность причащаться в Тайстве Евхаристии. Браво, Максим Сергеевич! Браво! Вот теперь Тебя люблю я, вот теперь Тебя хвалю я. Ресурс-то Бесовский. Вот и хорошо, если Бесовский, а мы его раз во благо и воспользуемся. Не все время Бесу паразитировать. Мы тоже немножко можем. Мне надо осветить мотоцикл. Сколько это будет стоить? Повторяю вопрос. Зависит от кубических сантиметров двигателя. Та, которая варит борщи, классно. Ну вот, тоже хороший это вариант. Но, вы знаете, борщи могут варить и... Знаете, она может и классно варит, но потом скажет, да зачем мне твой борщ? Вы дышите воздухом, налог не платите. Почему? Дождь льет с неба, вы им умываете. Можно брать графин дождевой воды и пьете. Налог не платите, а за газ и платье и за деревья. Ну, вот так вот, да. Несправедливо. Надо ввести налог еще и на воздух. Только вы вот это никому не говорите больше. А то ведь у нас ведь налоги не отменяют, их наоборот только добавляют. Так что вы скажете вот эту фразу и подумают так, что действительно. Воздух коптим? Коптим. Кислород используем? Сжигаем? Сжигаем. Ну, то есть, вдыхаем в себя кислород, выдыхаем углекислый газ. Любой школьник это знает. А это, извините меня, ресурс. Этот кислород кто-то выделяет. То есть, какие-то деревья в наших лесах или в озерах, в реках и морях. Какие-то там планктоны, водоросли и так далее. Это же все. Давайте облагать. Пожалуйста, скоро доживем и до этого. Так, преподаватель истории рассказал, что в молодости на жену он обратил внимание, потому что она была членом Коммунистической партии, а потом на все ее остальные места. Дословно. Ну, тогда вы не рассчитаетесь. Столько кубиков. Я думаю, что это такие мотоциклы. Кошмар какой-то. Между Найкой... А что такое Найка и Верой? 777 кубиков. В свободно конвертируемой валюте нужно спрашивать. Потому что сейчас, знаете, нестабильное время. Вообще, зависит, наверное, от широты, долготы и, в общем-то, желаний. Насчет количества рублей или долларов или евро, значит, за один кубик. Причасти. Так как же я вас причащу? Видите, тут монитор. Причастие-то в храме происходит, во время богослужения, евхаристия. Это процесс. А тут мы сидим и ля-ля-ля. Это не то. Так не причащается. Вы, наверное, хотели что-то другое сказать? А что-то другое сказать? Борщи я могу сварить. Во-во-во-во! Борщи классно варят. Да-да-да. Ещё как классно-то вообще! Эзотерикой? Вы знаете, эзотерика – это как бы такая религия сомнительная. Я не в СССР, я в СНГ присягал. И как раз меня призвали, когда СССР развалился, в 1991 году, в декабре. Меня призвали, и СССР как раз развалился. И мы присягали СНГ. А следующий призыв присягал России. У нас такой бардак был. Мы служили в одной части несколько призывов, и все разным присягали государству. Почему в мире столько умных людей, но большая часть живёт за грани бедности и воинов? Ну, потому что этот мир возле лежит. Он, в принципе, несправедлив. И социальное неравенство, и материальное – всё это всегда было, есть и будет. И честный человек, благочестивый человек, он ограничен в возможностях. Он делает только правду, старается сделать добро. А это очень узкий набор инструментов в жизни. Поэтому такие достойные люди далеко-далеко не всегда засягают успеха с точки зрения внешнего благополучия. А вот какие-то негодяи, которые не стеснены в выборах средств для достижения своих целей, они могут что угодно. Они могут врать, могут идти по головам, могут предавать и так далее, не стесняясь. Они достигают чаще какого-то материального достатка, благополучия, потому что именно у них средств достижения больше. Но эти вещи, конечно, очень, мягко говоря, сомнительного происхождения. Человек благочестивый не может себе этого позволить. Отсюда всё социально не нравится, несправедливость и так далее. Эти нехорошие люди во власть входят. Я бы хотел, чтобы меня сожгли в местной кочергарке, хоть какая-то польза будет в виде одного градуса тепла батареек центрального отопления. Что же вы так себя плохо цените? Неужели кроме этой пользы больше от вас никакой нет? А лучше прожить так, чтобы, когда вы отойдёте в мир иной, то не в батареях отопления температура поднялась бы на 1 градус, а в людских сердцах от боли, от переживания, от сострадания, от осознания утраты, чтобы в их сердцах эта боль была. Вот этот градус повысится там, тогда да, а батареи остынут, а сердца нет. Когда смотришь на своего мужчину, должно возникать непреодолимое желание варить борщ, гладить рубашки, рарить детей на него похожих, все остальное шовы, цацки из-за границы, машины. Это все замечательные слова, правда, очень так сказаны. Ну, в принципе, да. Как вы прокомментируете такое утверждение? Всякая религия основана на чуде, а если его чуда нет, то нет религии. Что первичное, курица или яйцо? Что первичное, вера или чудо? Вот некоторые говорят, вот покажите мне чудо, я поверю. Но Господь ему говорит, так ты поверь, и увидишь чудо. Чудо бывает от веры, а не наоборот. Если Господь просто будет чудесами пытаться приводить людей к вере, то это будет просто шоу. Чудо никого к вере не приводит. Сначала вера, потом чудо. Ну и религия также. Тоже в 1991 году присягу принимал. Кому присягали? СССР? СНГ? Нет, я не в 1991, я в 1992. Потому что меня в конце 1991 призвали в декабре, а в феврале мы принимали присягу. А Вы, если в 1991 году, то СССР принимали присягали. Вам снятся наши служители опять в армии, хотя, знаете, что Вас уже служили? Уже не снятся. Давно уже. Я помню, в армии было несколько таких моментов. После присяги, буквально месяца два служил, нас отпустили в увольнение. Ну а куда солдату в увольнение идти? В город. В кино. Пошел, купил билет. Что за фильм был, я не знаю. Ну вот сидел, я смотрел этот фильм. И когда он закончился, я вышел из кинотеатра под большим-большим впечатлением. И вдруг я поймал себя на мысли, что я не понимаю, где я нахожусь. То есть я вышел на улицу, ну люди шли, все в эти двери выходят. И я тоже встал со всеми вместе. Выхожу на улицу, но люди пошли все в разные стороны. А я стою, озираюсь. Так, куда мне вообще идти? А где я нахожусь? А что это за улица? А куда мне надо вообще идти? То есть я вообще потерялся полностью. И тут я вдруг опускаю голову и вижу, что на мне шинель. Это зима была. Шинель, форму свою вижу. И вдруг я с ужасом вспоминаю, что я служу в армии. И что мне нужно возвращаться в расположение части. Я вспоминаю, где находится моя львовская часть, куда мне нужно идти. Это был шок. Это как будто меня второй раз в армию призвали. И таких моментов было два. А уж просыпаться и осознавать, что ты в армии, это было бесчисленное количество раз. Что-то тут про куриц. Вот правильно, что во время Инквизиции сжигали ведьм. Пытали их. Я был лишь в одном музее Амстердама. Музей пыток. Видел там достаточно приспособлений, чтобы понять, какой это был ужас. Это вопрос? Я читал, и думал, что это утверждение. А потом три ожнака вопроса. Вы знаете, вот за границей меня удивляет. Недавно в каком-то там зоопарке прилюдно убили жирафа. Зарезали его, значит, и при детях все. Разделали всю эту тушу и скормили льва. Люди стояли и глядели. Дети в зоопарке. Какая рыбара. Это ужас. Никакие ворота вообще в сознание не помещаются. Как так могут сделать люди? Ужас. Сегодня или когда? Вчера или когда? Передали, что в этом же зоопарке уже льва, что ли, застрелили с ольвятами. Или львицу. Кошмар какой-то. Но также эти пыточные камеры. Их вообще не поймешь. Демократы. В армии табуретки летали. Ой, и кровати летали, не только табуретки. Добрый день и суток. Жизнь после смерти, известно Ваше мнение. Вы знаете, друзья мои, жизнь после смерти я еще ни разу не умирал и ни разу не возвращался оттуда. Поэтому я там не был и очень-очень отдаленно себе представляю, что там вообще происходит. Ну, как-то там себе какие-то картинки рисуешь. Я в этом не нуждаюсь в принципе рисовать, но все-таки как-то же надо себе представлять все это. Что-то такое духовное, что-то совершенно не похожее на этот наш мир и невыразимые слова. А вообще, я уже как-то делал отсылку на рассказ Льюиса «Расторжение брака». Вот, пожалуйста, еще раз рекламирую те, кто не читал «Расторжение брака Льюиса». Он написал, этот же автор Хроники на Арнии, писатель. Вот у него есть такой рассказ. К самому браку, к семье это не имеет никакого отношения. Почему так назван этот рассказ, я понятия не имею. Я так и не понял, почему так назван. Но сам по себе он как раз про тот свет. Мне кажется, очень хороший рассказ. Поэтому почитайте. Но это именно художественное произведение, имейте в виду это. Просто так. Вы в юности потерей памяти не страдали? Нет, я сейчас страдаю потерей памяти. Это, наверное, компенсация за то, что раньше я вообще все помнил. В юности своей очень хорошая у меня была память. Зато сейчас в одно ухо вылетело, в другое вылетело. В первое мое утро, когда первое подняли, хотя еще не переодели. А когда меня подняли, мы уже переодеты были. Это тоже было. Я проснулся и думал, боже мой, неужели… Первый раз, когда поднимали, там не было срочного построения. Мы такие сонные, вылазили с кроватью. Мне тоже был ужас, что мне придется два года. Вы читаете электронные книги или бумажные? Любые. У меня читалки нет электронной. Кстати, есть желание ее приобрести, но нет возможности. Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. А так я бы с удовольствием электронную книжку читал. Чаще всего сейчас я читаю МП3-книги. Потому что, когда я нахожусь в стационарном положении, то я занимаюсь какими-то делами. То есть компьютер у меня, или храм, или дом, семья или что-то. Вот так почитать книжку, сесть – это роскошь. Зато я очень много за рулем провожу время. И вот тут уже можно оторваться. И еще тепло будет, весна, по хозяйству много дел. Можно МП3-плеер себе в кармашек, наушники и вперед. Тоже хорошо. Церковь не должна лезть в политику. 100% не должна. Товарищ Поп, Вы откровенно лукавите, когда говорите, что не поддержали войну Путина в Крыму. Я отчетливо помню Вашу позицию по вопросу аннексии и оккупации Крыма месяц назад где-то. Позор. Ложь. Этого не было. Месяц назад где-то я говорил так. Украина должна сама разобраться со своими проблемами. Нам туда лезть не надо. Это моя позиция. Вот это было месяц назад. И еще я говорил, что я так далек от всего этого, я совершенно не слежу за событиями на Украине. Я вообще этим не интересуюсь. Поэтому у меня своего мнения на этот счет нет. Но я считаю, что они сами должны разобраться. Они самостоятельный народ, люди грамотные, умные, со всем разберутся и все. Вот была моя позиция. Если не верите, я вам дам ссылочку на мой видеоблог. Там выложу видео, посмотрите, не проблема. Там, кстати, уже выложены трансляции за февраль месяц. Пожалуйста, все четыре. Можно посмотреть. Так что ложь. Провокация! Путин не устроил никаких войн в Крыму. Так, так, все, про Крым вспомнили. Так, крыльчане с вами захотели быть в России. 97 процентов, если что. Те, кто читает книги, будут всегда управлять теми, кто смотрит телевизор. Это истинно дрипнейшая. Я думаю, что этой истине все-таки примерно столько же лет, сколько телевизору. Но никак не больше. Это максимум. Продавать иконы грех? Ну, смотря с какой целью вы это делаете. Сказки, церковь всегда в политике. Вспомни историю. Да, вспомни историю. Ну-ка, давайте-ка вспомните, где церковь в политике. Ну, приведите примеры. Вы бы хотели отправиться в путешествие, допустим, на крайний север? Я бы с большим удовольствием на крайний юг, но за неимением средств, по крайней мере, на крайний север. Я тоже согласен. В общем, это не самый, так сказать, приоритетный вариант. Но, тем не менее, да, не против. Вы много раз упоминали Охлобыстину. Хотелось бы узнать Ваше отношение к нему, и, может быть, есть какие-то факты, которые не знает обыватель? Нет, ничего такого я не знаю про него, такого, чего кто-то не знает. Вся информация, которая у меня есть, я ее всю почерпнул из массовой информации, из интернета. Причем, конечно, о нем гораздо больше рассказано в интернете, чем я знаю. Но я там кое-где кое-что слышал. Мое мнение об Охлобыстине вы можете, не буду я повторяться, Наберите в поисковике .ru еще поставьте. Это адрес моего видеоблога, и там прямо в Охлобыстине вы найдете легко ответ на вопрос. Посмотрите, там я же в таком же подряснике, в этой же комнате, то же самое говорю. Так что увидите. По каким причинам можно продавать иконы, чтобы это не считалось грехом? Ну, если у вас бизнес такой, пожалуйста. Или, если у вас, допустим, какая-то семейная реликвия есть, она очень дорогая, а у вас очень-очень тяжелое финансовое положение, Вы решаете на семейном совете, что давайте продадим, но как-то решим свои проблемы, а купим попроще что-нибудь. Ну, ладно. А если вы кто-то украл, а вы вороны торгуете этими воронами иконами, вот это уже грешно. А автостопом можно рискованно, но круто попутешествовать? Не, автостоп – это уже не для меня. Я уже немножко слишком округлился, знаете ли, как-то автостопить. Мне уже комфорт и удобство подавали, я уже так не хочу. Все лики, которые на иконах были людьми? Если да, то какими правильными делами они стали святыми и на них молятся? Конечно, это были реальные люди, жившие так же, как и мы с вами. Все абсолютно до единого. Ну, конечно, кроме ангелов. На иконах и ангелов тоже изображают, но это ангелы. Они никогда не жили вот здесь, на нашей земле, так, как мы живем, но они существуют в ином мире. А все люди, они реальные люди были. О том, как они жили и почему их прославили, почему к ним обращаются в молитвах, это нужно читать жития святых, то есть их жития. Их такое множество, они такие разнообразные, что сейчас как-то обобщать это совершенно бесперспективно. Поэтому, если вам конкретно интересен кто-то из святых, в интернете найдите информацию. Вот так. Недавно посмотрел сборник видеолекций по истории, начиная еще с древнеславянского. Очень интересно. Так там православие на Руси сыграло решающую роль в возникновении государства. Согласен. У нас глубокая ночь. Я спать, надо работать. Всем спасибо за общение. И вам спасибо за то, что вы с нами были, уделили внимание, помощи вам Божией и приятных снов. Что будет, если меня крестили младенцы в православной церкви, в которую я впоследствии не ходил никогда, но теперь нравится ходить в церковь Римо-католически? Грех? Ой, я скажу грех, а Римо-католик скажет, нет, это что, наоборот. Это, наоборот, правильный выбор сделал. Кого вы будете слушать? На Афоне нет. Поп-звезда. Вот он поп-звезда, а я кибер-поп. Афон теперь как айфон. Бренд точно. Год назад на этом сайте человек предлагал купить старинную книгу за 25 тысяч рублей. Икону нашел он металлоискателем, а клад серебро сдал влом на 70 тысяч рублей. Ничего себе. Хотелось бы поднять дискуссию о религии, но текстом не пообщаешься толком. Да, святой человек. Ну, не знаю, в каком-то смысле может быть, но так, чтобы сравнивать меня со святыми. Как отец относится к твоему выбору в профессии, одобряет? Да, ну, нет. Скажем так, не одобряет. Сначала он как-то отрицательно отнесся к этому, но потом, поскольку я уже выбор-то сделал, я уже сам глава семейства был. У меня жена была, ребенок был. Так что я уже сам решал все вопросы своей жизни самостоятельно абсолютно. Поэтому он не имел каких-то таких рычагов на меня давления. Потом все это сошло на нет, и все. Вот Путин приютил себя в стране Янгойча, в которой в резиденции нашли краденые церкви Украины иконы. Я не знаю, как это расценивать с точки зрения нравственности. Я не знаю всех обстоятельств. Исход 24. Что вы об этом думаете? Сейчас, Андрей, с места в карьер. Не сотвори себе кумира, что ли? Что там в 24 написано? Ну-ка-ну-ка, ща проверим. Исход 20. Не делай себе кумира. Ну вот, я точно святой. Знаю, что написано в исходе глава 20 стих 4. На память. На самом деле, просто я знаю, что исход 20 – это, кажется, как раз 10 заповедей, а 4 – это где-то в самом начале. Поэтому о чем могут спросить? Ну, скорее всего, не сотвори себе кумира. Хорошая заповедь. А о чем, собственно, вопрос? Давайте я притворюсь, что не понимаю, о чем вы меня спрашиваете. На 10 минут, наверное. Да что ты будешь делать? Я отстаю на 10 минут? Благословите! Помогай Господь! Если вам не трудно, хотелось бы знать о Божьей Матери, имя и праведную жизнь. Да вы знаете, не трудно, но чат очень быстро идет. И я все меньше имею возможности отвечать как-то содержательно на вопросы. Короткий вопрос, короткий ответ. Про Божью Матерь так вот развернуто сейчас начну отвечать. Это же слишком много получится. Не проблема найти вам ответ в поисковике. Во время Великая Отечественная Церковь собирала деньги на самолеты, танки, благословляла воинов. Сейчас фашисты вернулись на Украину. И что РПЦ кричит? Ничего я не знаю. Моя хата с краю. Поблажалка или инструкции другие про Ватиканские. Все-таки, давайте так говорить. Церковь во время Великой Отечественной войны собирала деньги на самолеты, танки и так далее. Сейчас у нас войны нет. И я представляю сейчас по ту сторону монитора, какие чувства у вас сразу возникли. Вот когда Украина, допустим, там сейчас националисты, фашисты, допустим. Там националисты, фашисты. В Германии тоже были в 39-м году, в 37-м, в 35-м году. Тоже были фашисты. Тоже все это было. Церковь в 35-м собирала на самолеты, танки? Нет. А когда? После того, как Германия напала на СССР. Вот когда началась война ВОВ, вот тогда и начался сбор средств. Тогда и церковь выступила, и призвала на борьбу, на войну. А сейчас? Сейчас ничего подобного. Поэтому это несопоставимые вещи. Почему люди, бывает, ерунду говорят? Разве это не грех? А, наверное, когда они её говорят, они думают, что они что-то правильное толкуют. Ну, что тут сказать? Люди думают, что они верят, что они верующие. Знаете, что я сейчас вижу? Я сейчас, может быть, развернуто вам отвечу. Я сейчас вижу, что у нас исчезают полутона. Полутона исчезают. То есть, люди начинают смотреть на вещи с крайних позиций. И вот эти полутона тают, как снег весной. Вот у нас сейчас тепло, снег тает, быстро, мгновенно эти полутона так же быстро исчезают. Сейчас всё становится чётко. Это правое, это левое. Это правда, это ложь. Исчезают полутона. Вот раньше они были. И сейчас ещё остаются. Но их всё меньше и меньше. Что это означает? Это означает, что люди в обществе, вообще в мире и в обществе, нарастает предвоенная ситуация. То есть, назревает война, она назревает. То есть, люди расходятся на тех, кто сюда и тех, кто сюда. Исчезает вот это соединение, вот эти полутона. И они всё расходятся всё дальше и дальше. И вот это накапливается, вот это противостояние. Как это антагонизма можно назвать, да? Вот это нарастание, вот этого противостояния, оно чувствуется всё ясвенней и вызывает очень большую тревогу. И вот этому соблазну поддаются легко люди, которые находятся вот в серединке, когда они легко начинают поддаваться какому-то соблазну. Почему? То есть, встать на какую-то сторону, или сюда, или сюда. Почему? Потому что проще всего занять какую-то крайнюю позицию. Это самое простое. Вот радикалы, это самое простое. Просто тупо. Встать с края в самый край и сказать «всё». Это просто. Или сюда, или туда. Неважно. Льной какой-то примкнул, и тогда всё становится просто. Здесь мои друзья, там мои враги. Всё предельно понятно. А те, кто посередине, они трусы, которые ещё не определились, или они пособники тех моих врагов. И с той стороны думают так же. Всё становится просто. А вот находиться в серединке и сказать «ребята, подождите, вы куда? Подождите, подождите, вы что? Давайте подождите, разберёмся спокойно, не будем». Быть в серединке – это значит попытаться понять и тех, и тех. И увидеть, что правда есть и там, и там. И это становится делать всё сложнее и сложнее. В обществе нарастает вот эта катастрофа, которая может быть разразиться, не дай Бог. Это просто иллюстрация на злобу дня. Но вы спросили меня про верующих людей. Так вот, и среди верующих людей такая же история. То есть, люди слабые в вере, как раз слабые. Им проще сказать «о, всё, я теперь верующий» и сразу фанатиком стать. В фанатизм удариться. Но фанатизм от маловерия на самом деле. Потому что там не требуется какого-то внутреннего напряжения, разбирания и проверки. А вот это куда относится? Это к хорошо или к плохо? Нужно чётко занять крайнюю позицию и всё сразу стало понятно, предельно просто. И всё. Вот это наше, это не наше, это свои, это чужие, это враги, это друзья. Это с нами, это против нас. Всё. Всё очень просто. Не надо ни в чём разбираться. Заняло бы такую позицию и не надо копаться во всём этом. Так что вот этот фанатизм от слабой веры. И вот эти фанатики, ну или люди радикальных православных взглядов, неважно, и мусульман тоже так же, такая же проблема, неважно. Они-то как раз ведут себя очень активно, напористо, смело выражают своё мнение. На всё имеют своё мнение. Обо всём могут говорить. Они скажут и про это, и про то. Спросите их про патриарха, они про патриарха скажут. Спросите их про Украину, они про Украину скажут. У них на всё есть своё мнение, но оно совершенно некомпетентное. Абсолютно. Поэтому они, бывает, несут такую чепуху. А у людей, которые, может быть, и сочувствуют вере, религии как-то, но они в стороночке стоят, у них складывается впечатление, что все верующие вот такие, потому что так себя ведут вот эти вот. А люди нормальные, которые и веру имеют, и ведут себя нормально, и не боятся находиться вот в ситуации, когда ты в серединке, так сказать, находишься. Это очень тяжело, кстати говоря. Их не слышно, этих людей. Не слышно. В глазах тех они такие же фанатики, как и те, потому что они же верующие. В глазах этих радикалов это какие-то либералы непонятные вообще. Почти что пособники сатаны – это вообще пятая наша колонна, которая внутри нас, и они вообще нам враги. Но мы их терпим. И получается, что тебя бьют и слева, и справа. Потому что находиться вот в этой позиции – это очень тяжело. Позиция крайняя намного легче. Вот такой ответ. Надеюсь, я не наградил огород, так вы меня поняли, о чём я хотел вам сказать. Сегодня будет музыкальная пауза? Забыл про музыкальную паузу. Спокойной ночи, Дон Хуан. Если вы ещё меня слышите, спокойной ночи. Приятных снов. Кстати говоря, времени уже достаточно много. Друзья мои, давайте уже без музыкальной паузы будем завершать наше общение, потому что хорошо мы поговорили, достаточно долгая. Связь у нас сегодня, слава Богу, хорошая. Ничего не прерывалось, не обрывалось. Давайте ещё я так вот гляну немножко в чат. Матрицу. Первая часть хорошая, со смыслом, всё прям замечательно. Вторая, третья – это уже за уши притянули, всё это как-то вытянули, непонятно. Но посмотреть можно. Вот такое мнение. Да, сказки «Лоша» не намёк, но в этой матрице, конечно, мысль проводят очень хорошую. Другое дело, что таким методом нельзя её буквально понимать, матрицу. Что мы вот так сейчас спим, а нас тут используют как батарейку. Так не надо буквально понимать её. Но выносказательно, да, там много можно чего понять. Почему на Руси мы были внуками Божьими, а стали рабами Божьими? Мы стали сынами Божьими. А рабами уж мы себя называем по смирению, которое должно быть у нас. Начинаем заканчивать. Сынок, не бойся сказки, а бойся лучшей лжи. Всё, друзья мои, мы сегодня с вами пообщались. Так приятно, очень интересное живое общение. Мне, по крайней мере, и надеюсь, что и вам. Ну, судя по тому, что мы сегодня побили мой личный рекорд персональный в чате. О, 192! Ух ты, как много нас было сегодня! Кстати, раньше как-то было и за 200 переходило. Ну, вот сейчас вот это тоже неплохо. Чего вам ещё сказать? На прощание, на спокойной ночи? Спокойной ночи, малыши! Что сказать? Всё, ладно. До следующей среды. Я надеюсь, что нормально всё встретимся и пообщаемся ещё. До свидания!